Вот у меня такое пришло озарение, я так обрадовался, что у нас нет ядерной войны, которую я чувствовал, а просто коронавирус. Это милость Бога. Понимаете, милость Бога, потому что с плохой период пришел, что-то должно произойти, страдания все равно неизбежны. И люди, вот экономики, они предсказывали, чтобы если этого вируса не было, то был бы ужасный кризис мировой с точки зрения всех финансовых систем и так далее. Потому что переизбыток производства настолько сильным стал, что нужно что-то должно было быть, чтобы дальше не повалились вот эти экономические связи между странами. Потому что уже не выдерживают, они начинают экономические войны. А тут Господь дал простое решение вопроса. Все закрылись, сидят по домам, работать не разрешают. Вот работать не разрешают, в результате идет экономический спад, появляются потребности уже. Ну, я вас как бы сейчас не веселю, я просто вам рассказываю то, что я увидел 20 лет назад на нашей доброй земле. Что плохие периоды неизбежны, и они бывают разные, бывают как в 41-м для всей земли. Вся земля страдала от этой войны. Нет ни одной страны, где бы не происходили какие-то катаклизмы. Понимаете, где-то экономика рухнула, где-то война вживую была. Где-то даже, представляете, в 39-м году был грипп пошел, который закосил пол Испании. Вот эта испанка. Понимаете, пол страны вымерла. Реально такой грипп был мощный. Но это все указывает на то, что это был плохой период, а в эти плохие периоды все обостряется. Вот у меня, допустим, когда мне запретили ездить и сказали, сиди дома, там карантин начался, я сидел в своем доме в Краснодарском крае. И это была такая благодать, потому что я так наездился вообще. Ну там можно и зарядку на свежем воздухе, но это свой дом. Ну вот у меня, я в рай попал, понимаете, потому что я его не видел, этот дом, я всегда в дороге был. А тут я попал в рай, я мог зарядку делать, так вокруг дома бегать кроссом вот так вот по кругам. Вот, ну в общем, я там жил счастливо, но была одна проблема. Представляете, оказывается, плохой период, он действует так, что активизировались эти все мыши, там эти медведки. То есть, представляете, все сжирали, весь урожай, еще не вылезешь вообще. То есть, так действует вот эта злая сила, она на всех действует. Все, кто что-то должен съесть, уничтожить, они все активизируются, начинают что-то делать. Такая у них активность радостная. Там ничего, что не посади, все съедается, вообще ничего с ними не сделаешь. Я к чему это говорю? К тому, что системная проблема. У кого-то сажают в тюрьму людей, у кого-то кто-то лишается работы. Вроде бы коронавирусом не заболел, да? Но работы лишился, семья развалилась, кто-то ушел из жизни знакомый. Все страдают сейчас от плохой судьбы. То есть, понимаете, можно винить правительство, можно винить весь мир, можно винить коронавирус. Можно, а на самом деле можно просто понять, что пришло время земле страдать. Ну, то есть, не земле, а тем, кто живет на земле. Понимаете? То есть, пришло время нам пострадать. И вот моя лекция, для чего она предназначена? Она предназначена для того, чтобы понять, вот как настроиться психически, чтобы было легче жить. Во-первых, первое и главное, в это время нужно больше защиты. Защита означает, если раньше мы как бы, ну, спокойно вот в общественных местах, там везде вот шлялись, где хотели, да? Вот сейчас уже нельзя. Вот один человек чихнул, вирус очень заразный. Он сразу, ну, все, кто рядом, они тут же уже получили эту фигню в себе. Вот. Бояться не надо. Понимаете? Бояться не надо. Надо просто жить правильно. Больше движения в день ходить час-полтора, как минимум. Ограничивать очень сильно вечернее питание. Это самое опасное. У нас, когда фестиваль «Благость» проходит, я делаю предсказание в первый день фестиваля. Вот кто был на фестивале, знает. Я говорю, дорогие мои друзья, если вы, вам обязательно будут в столовой ставить очень много пищи для того, чтобы вы были счастливы. Когда люди видят, что их не обделяют, они такие счастливые, вам будут ставить пищу, но если вы будете ее есть на ночь, вы все будете болеть ОРВИ. И они потом проверяют, как работает, мои предсказатели. Идут на кухню, едят, как бы, и заболевают ОРВИ. И мы их потом лечим. Проверяем милость, так сказать. Как мы их лечим? Привязываем им сосну, повязки с сосной, с елкой там на руки, ну, для того, чтобы вирус перестал быть активным. Ну, то есть, вот так вот. Вот смотрите, допустим, взяли сосну. Сосны много же, да, вокруг? Или нет? Много. Взяли веточки сосны. Всем не рассказывайте, а то будет мало. Взяли веточки сосны, поставили себе в спальню, где вы спите. И, потому что вечер, ночь, это самое главное время, когда вот идет это размножение, когда человек спит, у него нет сил, он не активен, он просто спит и в это время происходит. Поставьте рядом со своей кроватью ветки сосны с иголками. Ну, и также вот, как бы, вот этот рецепт, который я вам всегда говорю, он актуален. Вот. Мы сейчас его тоже споем, этот рецепт. Мы же все поем, правда. Час промедлишь лишний. Гроб, если... что? А следний шанс. Всегда. Гроб, если... Услышали? Пожалуйста, не пренебрегайте этим советом. Мы с вами говорим о сегодняшнем дне. Сегодняшний день – это день тяжелый. Сейчас тяжелая на планете Земля энергетика, атмосфера. И это касается каждого человека. Каждый человек лишается работы, хороших отношений. Кто-то чего-то своего. Всегда кто-то виноват. У каждого свой кто-то виноват. У кого-то правительство, у кого-то какие-то, допустим, работодатели, у кого-то виноваты соседи, у кого-то муж. Кто-то обязательно виноват, когда человеку становится тяжело, нужен виновный в судьбе. Зачем? Чтобы человека обесточить. Потому что есть вера в благости. Это когда человек верит, что пришло время страдать, и мы страдаем, мы просто живем, нам тяжелее жить. Это благостное восприятие, которое дает победу над судьбой человеку. Есть страстное восприятие – это кто-то виноват. Зачем это восприятие нужно? Для того, чтобы судьба таким образом отводит стрелки от себя. Вот как победить судьбу? Надо ее принять. Вот ты согласна? Сегодня плохой период, поэтому мы ругаемся. У нас все тяжело, потому что так действует время. Если ты с этим согласился, тебе уже легче станет, потому что ты первая стадия победы над судьбой – это принятие. Уже легче. Но судьба что делает? Говорит, нет, 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 нет. Во всем виновата правительство. И вообще этот коронавирус выдумали. Никакого коронавируса нет. А зачем его выдумали? Для того, чтобы всех зачипировать через вакцину. Ну какой-то бред, это называется системный бред. Все объединили, как бы, и по всему интернету распространяют всякие бредовики, затейники. Они тоже активизируются в тяжелый период жизни. И читать эту бредятину всю, она вся научно подтверждена, не надо. Потому что вирус есть. Я вам говорю, как человек, который каждый день сталкивается с этим, потому что мне присылают кучу людей, которые заболели. Тяжелый период есть. И что с ним делать с этим тяжелым периодом? Нужно просыпаться рано. Прочь скорее с дивана. От телеэкрана прочь. Больше движения. Каждый день длительная ходьба, она очищает человека. Иммунитет тут же вспыхивает. Почему это происходит? Потому что есть два фактора, которые усиливают способность все переваривать в организме. Это солнце и движение. Если человек кушает вовремя, а это важно в это время делать. То есть солнце, когда в зените, надо больше поесть. На ночь запрещено, много есть вообще. Утром чуть-чуть можно. Легкой пищи. В обед хорошее питание. Солнце высоко. Едим, потому что солнце все переваривает. Солнце село. Все, до свидания, пища. Потому что сейчас опасно. Опасно злое время. Понимаете? Опасно переедать. Опасно срываться. Опасно злиться. Опасно проклинать. Опасно считать, что кто-то виноват в моей судьбе. Потому что когда вы считаете, что вас разрушил какой-то человек, у вас ваша вера в Бога меняется на веру в злые силы. Как, вот есть три типа веры. Есть вера в Бога. Когда человек верит в Бога, он побеждает судьбу всегда. Потому что он живет под милостью. Это означает, он считает, моя судьба виновата. Сейчас на земле плохой период. Переживем. Всем прощаю. Буду со всем согласен. Буду по-доброму ко всем относиться. Все принимать. И двигаться вперед. Вера в Бога или в благости означает, что человек принимает судьбу всегда на позитиве. Старается жить из последних сил. Если становится хуже, все равно идет вперед. Вот хуже становится, все равно. Я знаю, что я все делаю правильно. Хуже становится, потому что тяжелая судьба. Все. Вот такой вывод. Больше никаких выводов. Не то, что я неправильно все делаю. Просто хуже становится, потому что тяжелая судьба. Скоро лучше. Делаем все, продолжаем как делаем. Не боимся ничего. Просто не надо переутомляться в тяжелый период. Надо все делать так, чтобы хватало силы жить. Переутомление нельзя. Длительное движение можно, пост можно, но всего понемножку. Зачем? Чтобы не переутомляться, потому что череп перетомился и сразу же его хватает за жабры злые силы. То есть мы ничем не злоупотребляем. Пост сильно долго не надо. Бег, вот сколько бегаешь, столько бегаешь. Не надо усиливать дистанцию, увеличивать, потому что опасно, ты можешь переутомиться. Закаливание аккуратненько, обтирание там, ну не надо там рисковать. Потому что еще раз повторяюсь, когда тяжелый период, это всегда экстрим. Понимаете? Экстрим во всем. Не надо слишком быстро водить машину. Потому что экстрим, энергия экстремальная, она тяжелая. Не надо грубить мужу. Не надо начальнику говорить правду.